Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 7 декабря. Житие преподобного отца нашего Нила Столбенского, новгородского чудотворца. Преподобный Нил родился в одном селении Новгородской области, деревской Пятины, Жабинского погоста. Кто был родителем преподобного, неизвестно. Известно только, что он был пострижен в одном из монастырей Псковской области, называемом Крыпецким. Из этого монастыря он ушел в лесную пустыню, в Ржевский уезд, и там поселился близ реки Серемхих. Питался он здесь травами и желудями с дуба, проводя время в посте и молитве. Этого не мог выносить дьявол, и потому вооружился на святого с великой злобой, дабы отгнать его от того места. Дьявол устрашал Нила различными привидениями, являясь перед ним в виде зверей, всяких гадов, которые устремлялись на преподобного с диким свистом и воплем. Но святой молитвами, как мечом, отгонял все эти искушения из злые козни врага, ограждая тело свое знаменем крестным и молясь непрестанно Богу. Такое житие во многих подвигах и трудах пустынных Нил проводил тринадцать лет. Однажды после долговременной молитвы Нил уснул и услыхал голос, повелевавший ему, «Нил, выйди отсюда и иди на остров, столобная, на нем ты можешь спастись». Получив это повеление, преподобный исполнился великой радостью, потому что видел, что Господь не презрел его молений. Нил начал расспрашивать об острове христолюбивых людей, приходивших к нему. Те поведали ему, что остров тут находится на озере Селегере, в семи верстах от города Осташка в Тверской губернии. Преподобный отправился туда, достиг острова, и был радостно поражен его красотой. Обошед весь тот остров, Нил увидел, что он очень удобен для уединения, и посему возрадовался духом и возвеселился. На острове Томс был гора и большой лес. Взойдя на гору, Нил молитвой благодарил Бога за указание ему этого места и сказал, «Все, Господи, покой мой, все жилища мое во веки веков». Здесь, в горе Подвижник, выкопал себе пещеру, в которой прожил первую зиму. После же устроил там кельи и часовню. Нил проводил на острове жизнь в великих подвигах и молитвах, в посте и трудах. Пищей ему служили злаки и ягоды, росшие на острове, а также овощи и плоды от земли, которые он возделал своими руками. Но дьявол и здесь не переставал вооружаться на святого и устрашал его всевозможными видениями. Так однажды дьявол явился целым полчищем бесов и окружил келью преподобного, когда-то совершал в ней молитву свою. А цепив келью веревками, дьявол с низовым криком грозил стащить ее в озеро, но святой молитвой своей отогнал бесовское полчища. Бессильную осталась против святого Нила и ненависть людей, а только послужила к большему его прославлению. Так однажды жившие близ столобного острова поселяния вознамерились согнать святого с острова, и для этого нарубили дров и зажгли лес, думая, что огонь дойдет до кельи его и сожжет ее. Видя это, святой встал на молитву и со многими слезами молился об избавлении от напасти. Милосерый Господь не оставил моления раба своего, уповающего на него, и избавил его от напасти. Пламень внезапно погас, как только дошел до горы. Преподобный же, увидев скорую милость Божию, возрадовался духом, а его недоброжелатели со стыдом и страхом возвратились домой. Но дьявол чем более терпел поражение от святого, тем с большей яростью нападал на него. Однажды, когда преподобный находился на работе вне кельи, разбойники напали на святого и с угрозой требовали от него, чтобы он отдал им свое сокровище. Святой же сказал им, чадо, все мое сокровище в углу кельи. В углу же там была икона Богородицы с предвещенным младенцем. Разбойники вошли в келью и внезапно ослепли. Тогда они со слезами стали умолять святого о прощении. Преподобный помолился Богу, и разбойники прозрели. После сего святой обратился к ним с наставлением о душевном спасении и запретил им рассказывать о случившемся. Разбойники тогда умолчали, но после кончины святого Нила подробно рассказали обо всем. За свои подвиги и терпение напасти преподобный Нил приял дар прозревать тайные дела людей и согрешающих направлять на путь истины. Один человек пришел к святому, оскверненный плотским грехом. Святой облечил его о том грехе и, наказав не творить этого, отпустил с миром. С того времени человек, кто пришел в страх Божий, и, пожив богоугодно, скончался. Богобоязненные жители, занимавшиеся били из острова рыболовством, почитая святого, посылали ему на пропитание рыбу от своего улова. Однажды они послали к нему с рыбой одного из своих товарищей. Святой, проведя духом своим, что рыбарь осквернил себя прелюбодеянием, закрыл перед ним окон цикели и не принял от него рыбу. Рыбарь, возвратясь к товарищам, поведал им о случившемся. Они послали к преподобному другого товарища с рыбою. И преподобный с радостью принял от него рыбу и, благословив, отпустил. В другое время один человек хотел было на острове нарубить леса для постройки дома. Но вдруг загремел страшный гром, и послышался голос, воспрещавший рубить лес. Однако тот не убоялся этого и стал нагружать деревьями воск, но лошадь не могла сдвинуть его с места. Увидя это чудо, человек тот со страхом ушел, обещаясь никогда более не делать того. Преподобный подвязался на острове Столобном двадцать семь лет. И прежде кончины своей ископал в часовне своими руками могилу и поставил там гроб. Приходя туда всякий день, он плакал над тем гробом о грехах своих. Когда наконец святой почувствовал приближение кончины своей, то молил Господа удостоить его причастия святых тайн. По молитве святого желание его исполнилось. На остров прибыл игумен Никольского монастыря Сергий и причастил Нила святых тайн. После всего преподобный, войдя в келью, сотворил обычные молитвы и взял кадильницу, а кадил в святые иконы и всю келью, потом, опершись руками на деревянные крюки, на которых он обычно отдыхал от телесной усталости, приставился ко Господу в 1554 году, 7 декабря. Эти крюки или костыли были сбиты в стене кельи преподобного Нила. Они служили его вместо кресел. Опираясь на них, он и пользовался кратковременным отдыхом. На месте подвигов преподобного Нила в 1594 году иеромонах Герман основал Нилов Столобинский монастырь. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok